привет это доктор анатоль я сейчас поеду через центра моего городка я как раз сейчас нахожусь на центральной авеню так что вы можете посмотреть на авеню центральную поговорить с вами хочу на тему которая поднимается очень часто в моей жизни ко мне часто приходят люди которые уже не самого свежего возраста которым не 20 лет и меня спрашивают вот я скоро буду играть в ящик скоро я буду занят заниматься нанятием крематория то есть не я сама или сам а мои родственники будут для меня я буду жариться в печи я стану этим сам как и называется жареным кроликом жареным а сожженым вот и я очень боюсь за мою душ душеньку моя душа она так сказать может попасть не туда куда надо там либо в ада либо в рай либо еще куда-то там так сказать и поэтому вопрос духовности стоит очень сильно как стать духовным человеком вот и это вопрос совершенно легитимный он легитимные для десятилетнего человека я в юности работал наверно в самый расфуфыренные в самом расфуфыренном раковом центре в америке в раковом центре пенсильванского университета и я там где-то год то есть часть моей работы это не единственный что там делал где-то год я занимался очень интересной деятельностью я мне давали это самые разные документы разные медицинские справки анализы и так далее пациентов и мне нужно было выкинуть все дупликаты и эти самые единственный экземпляр будет идти на микрофильм то есть они будут так сказать делать то что называется по-английски prominent record мне давали эти документы умерших пациентов то есть люди которые свое дело отслужили и их документы медицинские справки отправлялись на последний путь и последний так сказать человек который этим занимался предпоследний это был я то есть я видел как они приходили туда относительно нормальном здравии потом справки становились все хуже и хуже хуже анализы становились все хуже и хуже а потом а потом вы сами знаете что происходило дальше я этим делом занимался очень недалеко от регистратуры и я видел как приходили туда мальчики и девочки от 16 и старше ну естественно молодежи было меньше людей которые это сказать в определенном возрасте было больше вот но вопрос всегда стоит такой зачем это к чему это почему и как это и как это вот и конечно если вы думаете на этот вопрос найти от вопроса вам отвечу сейчас в этом видео то это большая и делюзия но я вам скажу пару вещей на эту тему во первых у меня есть какое-то представление эту тему это номер один и номер два даже если я вам сейчас расскажу самую потрясающую чёрт знает какую правду она все равно вам не пригодится по той простой причине что именно вот это правда должна быть изнутри то есть разговоры слушать не поможет совсем с чем это связано сейчас мы подходим к главному как говорится главного мясу главного мясу этого ответа почему это не поможет да потому что слова они не двигают энергию они не дают человеку прозрение для того чтобы разобраться за всеми этими делами именно это нужно нужно прозреть понять прозреть и понять я вам скажу другую вещь в которой я более не менее уверен на самом деле это все не нужно потому что болезненно или не болезненно со страданиями или не без страданий каждый человек рано или поздно сдохнет и как бы мы грубо или чувствительно эту тему не говорили все равно это кончится так даже великие святые которые жили по 200-300 лет что большая редкость они все равно кончали определенным образом и да есть нетленные святые и да есть люди которые кончили свое существование на этой планете через тело радужное тело кончили радужным телом то есть была например одна чудесная ягиня я не помню где она эту тему прочитал вот но она когда она уже была в возрасте она попросила своих родственников чтобы они не морочили голову где-то дней десять вот и я не помню если давали еду или не давали но она это там несколько так сказать две-три недели сидела в своей собственной хижине вот и когда там перестали слышать движения и вскрыли то нашли там только ее волосы и ее ногти то есть она сублимировала свое тело и перенеслась куда она перенеслась бог его знает но в йоговских системах то есть тибетской тибетский буддизм и часть тантрического индуизма то есть на самом деле это и та и другое и то и другое это тантра это не является редкостью чтобы человек растворился и переселился как говорится то же самое относится и к учениям древних товарищей в Мексике они тоже любили переселяться в прямую в свободу то есть не через тралливали когда у вас рак это самое и потом игра в ящик и так далее и так далее вот а они просто так сказать знали цену свободы и они прямо в теле туда переселались вот я на счет Мексики знаю только по книгам Кастанеды и еще там наверное книг разных десять смеженных с этим вот а в тантре я знаю немножко больше чем чем через книги так вот что же делать ну во-первых это настолько серьезная тема как бы я на эту тему не говорил несерьезно что нужно начинать на эту тему а не думать а действовать сейчас то есть если вам 10 лет ну 10 лет во-первых это надо немножко рановато если вам 15 лет то уже не рано и если вам 20-25 лет это уже становится немножко поздновато за 30 Это поздно, но, по крайней мере, лучше начать когда-нибудь, нежели думать, что начнёшь завтра или послезавтра или когда-либо там. Вот. И, конечно, если вам там за 50, за 60, то тем более. Но что вы можете сделать? Значит, дело в том, что, если вы начинаете понимать, надеюсь, по крайней мере, через мои лекции, что лайф-коучинг, то есть разные советы о жизни, о том, как жить в здоровом теле, в здоровом духе, это всё абсолютнейшая чушь. Потому что только прозрение, только понимание сути дел поможет в подостороннем, в новом мире. И эта трансформация, она происходит в два этапа. Я говорил уже миллион раз по поводу двух врат, двух дверей. Так вот, первая дверь, в которую обычно мало кто из постсоветских товарищей входит по причине атеизма, пофигизма, марксизма, ленинизма и прочих измов. Это магическое пространство, которое я называл и, наверное, буду продолжать называть мифологическим пространством. С точки зрения культа рациональности, в котором мы все обычно находимся, то есть люди, которые там думают, что они рациональны и так далее, и так далее, это на самом деле люди, которые являются членами секты рациональности. Из секты рациональности можно перейти в секту магическую через мифологическое пространство, вхождение в мифологическое пространство. Слово мифос – это с точки зрения секты рациональности, с точки зрения секты мифологической, то есть духовной, это на самом деле является магическим пространством. То есть пространство, в котором действуют совершенно другие законы, законы духовности, законы магии. Как это можно сделать? Ну, через медитацию можно сделать. Можно сделать через общение с духовным учителем, если вы ему нужны. Вот, и честно говоря, чем старше вы становитесь, тем сложнее выйти из секты рациональности. И поэтому любые способы, как вы можете войти в магическое пространство, они хороши, даже если надо будет принимать грибы. Есть моя любимая русский анекдот, мой любимый, о том, как в суде спрашивают у мужика, «От чего умерла ваша первая жена?» Он отвечает, «От грибов». «От чего умерла ваша вторая жена?» «От грибов». «От третья жена?» «От сотрясения мозга». «От почему не хотела ездить грибы?» Так вот, о чём я говорю. Где легче можно войти в это мифологическое или магическое пространство? Ну, во-первых, в странах, где люди понимают это. Это, конечно, не является бывшим Советским Союзом. Это в основном является для меня Мексика, Индия, в Таиланде не очень. В Филиппинах есть отдельные места. Одна из причин, почему я еду сюда, куда я сейчас еду, здесь лучше энергия и легче находиться в более природном месте. Конечно, самый лучший способ – это найти духовного учителя, который является партийным председателем этого магического пространства. Ну, если это настоящий духовный учитель, а не лайф-коуч, который вам будет советовать. «Поднимите ножку круче, и вдохните, ах, вдохните, и хвостиком вильните, и потушите, и в нос какую-нибудь гадость закапайте, и лекарства принимите». И так далее. Вот. И они говорят, что это плохо. Ради бога. Хотите стоять с ногой туда-сюда, туда-сюда, или заниматься там йогой, шмогой. Ради бога. Как говорят по-английски, knock yourself out. Так, не надо здесь свернуть налево, а то я проеду мимо. Видите, здесь можно купить тыкву и яйца, и курии здесь можно купить. Вот. Смотрите, какая красота! И та самая знаменитая вышка, которая действует на всю эту территорию, прямо перед вами. Вот. Какое красивое дерево. Я обожаю осеннюю пару, потому что она очень очарована. Вот мои очи все, они такие очарованы. Смотрите, какое красивое дерево здесь. Кстати, дерево это какого рода? Женского? Или мужского? Как правильно говорить? Какое красивое дерево? Или какое красивое дерево? Так вот. А теперь поговорим о другой очень страшной вещи. Предположим, вы нашли духовного учителя, который вам так нравится. И попытавшись за него выйти замуж, и не смогши выйти за него замуж, вы начинаете думать, а что же можно сделать вместо этого? Ну, вам нужно задать себе коренной вопрос. А на кой этому учителю нужны вы? Ну, я на эту тему, кстати, думал очень долго. Я вам расскажу, что хороший духовный учитель, он хочет найти ученика и нескольких, которые лучше него. то есть хорошего ученика, который будет умнее его, духовно умнее, физически, психически и так далее, это не так важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова